Потому что вы дьявол, фашистский дьявол! Вставай, страна огромная! Да, ебать его в рот, блядь! Втянули на хуйню, блядь! Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу обсудить тему, которая фигурирует сейчас во всех СМИ и тревожит очень многих людей, правда я не сильно понимаю почему. Но она действительно политически очень резонансная. Видео не будет длинным и утомительным для вас. Я сделал его максимально коротким, поэтому очень прошу досмотреть его до конца. Итак, СМИ пару дней назад начали массово публиковать информацию о том, что наш президент Владимир Зеленский решил лишить украинского гражданства Вадима Рабиновича, Геннадия Корбина и Игоря Коломойского. Все они ссылаются на некие источники в офисе президента. То есть официально эта информация нигде не фигурировала. Только Алексей Данилов упомянул о том, что если Игоря Коломойского лишить украинского гражданства, это еще не факт, что он не попадет в реестр олигархов. Давайте по каждому из этих трех персонажей пройдемся. Они не единственные, кто в этом списке на лишение гражданства, но точно они самые важные фигуры в нем. Я вам предлагаю по каждому из них коротко пройтись. Давайте начнем с Геннадия Корбина. Я вам скажу честно, к нему я относился еще лет 10 назад с огромным уважением, как к очень талантливому человеку. Но когда я более подробно узнал про их деяния с мэром Днепра Борисом Филатовым, мне стало очень сильно неприятно. Можно сказать, что у меня постигло разочарование очень большое. А потом однажды наткнулся на интервью Геннадия Корбина, я уже сейчас не помню какому журналисту, и он сказал, что на вопрос, что каких все-таки вы взглядов политических и экономических придерживаетесь, он сказал, что он левак. Меня всегда очень сильно раздражало, а потом уже и смешило, когда человек, который ведет полностью капиталистический образ жизни и все свои деньги заработал, ну как бы точно не на госслужбе, называет себя леваком. Самое неприятное в этом всем, это именно, я бы сказал, что больше всего компрометирует для меня Корбина, это сам его друг и бизнес-партнер, ближайший Борис Филатов. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, мое видео, где в зум-конференции в первые дни войны, где он общается со своими подопечными, я имею в виду Борис Филатов, опубликованных, где, на мой взгляд, по моей оценке личной, он прямым текстом говорил, что если ситуация военная сдвинется таким образом, что у России высокие шансы на оккупацию страны нашей, да и Днепра в принципе, он готов выставить триколор, вывесить триколор и спокойно дальше руководить городом. То есть он переживал сугубо за свое имущество, за свою задницу. А в стране никто не думал. На что там сполношилось огромное количество комментаторов, которые начали в ней писать, да что, да он достойный мэр, да любой так на его месте бы повел, да все правильно. Нет, неправильно. Потому что если бы так повел себя Зеленский, в начале вторжения, тоже подумал, блин, так это ж страну могут разбомбить, это ж людей поубивают, надо, наверное, сдаваться, то у нас бы уже с вами Украины независимой не было. Поэтому лично для меня, после того, что я услышал, Борис Филатов это чистом виде сепаратист. Также по некоторой информации, на заборе я прочитал, что Геннадий Корбан финансирует журналиста Юрия Бутусова, который известен своей жесткой позицией по отношению к Зеленскому и к Офису Президента. И всегда максимально жестко критикует все решения Зеленского. Еще большей такой новостью стало то, что Виктория Спарц, конгрессвумен американская, затеяла весь этот кипиш по поводу вооружения Украине, по поводу Ермака, якобы с подачи Геннадия Корбана. Но это просто написано на заборе, что когда она прилетала в Украину, она с ним встречалась, и вот он ей дал такую информацию, можно сказать, зарядил ее на все эти дела. Но это только слухи. И якобы за это на него обиделся Офис Президента и так далее, и так далее. Ну, вы помните, Корбан уже не первый раз сталкивается с, можно сказать, в каком-то роде политическим преследованием. В свое время Порошенко посылал за ним в Днепр, там чуть ли не 200 человек спецназа, танки, вертолеты, чтобы арестовать Геннадия Корбана, у которого рост там, наверное, метр 70, если я не ошибаюсь. А по поводу Филатова, я, честно говоря, открыл его настоящее лицо еще 10 лет назад, я обладал некоторой информацией уже тогда, и я очень четко наблюдал, когда он выставлял какой-то во время Майдана пост в Фейсбуке, на самом деле ситуация, можно вот просто на 180 градусов разворачивать, состоит полностью наоборот. Лицемер первой гильдии, крайне неприятный человек, и крайне неприятно, как он, я помню, поливал Порошенко, воевал с ним, а потом резко поменял риторику и рассказывал, что все в нашей стране благодаря Порошенко. То есть это в чистом виде приспособленец, мне такое чуждо, и для таких людей деньги не пахнут, для меня пахнут. Идем дальше. Вадим Рабинович. Тут вообще нет вопросов. Значит, есть такие догадки, что Вадим Рабинович был еще с молодости завербован КГБ, и сейчас на него имелся просто нереальный компромат, и, по сути дела, возможно, на шантаже, вообще все то, что он делал, он делал. И вот вы помните, какие резонансные вещи он творил, будучи политическим деятелем в Украине. Сейчас Вадим Зинович находится в Израиле, спокойно там сидит и даже имеет наглость читать и проводить уроки Торы в Ютубе. Это после того, как он, по сути, очень много лет отработал здесь на телевидении, финансировал, старался, как мог, привезти сюда Путина, привезти сюда войну и русский мир. В итоге у него это получилось. Он, Киева, благополучно смогли покинуть каким-то чудом нашу страну. И теперь он спокойно оттуда вещает. Я думаю, от того, что его сейчас лишат украинского гражданства, он максимум потеряет какие-то небольшие активы, которые не соизмеримы, ну, которые находятся в Украине, которые совершенно не соизмеримы с тем, что он получил, проработав столько лет на Путина режим. Ну и последнее, самое интересное здесь, Игорь Коломойский. Я уже вам сегодня говорил по поводу слов Данилова, что многие начали писать о том, что лишение гражданства Коломойского, это как бы финт ушами для того, чтобы он не попал в реестр олигархов и способ обойти этот реестр. Я не знаю, честно скажу, нет никакой информации и даже никаких догадок. И анализу пока для меня это не сильно поддается. Что на самом деле? Ну, я просто глубоко убежден, что именно в случае с Игорем Коломойским это точно не то, что нам пытаются преподнести. Очень сильно вообще вся эта история похожа на замыливание глаз. В каком плане? Ну, просто как бы отвлечение внимания нас от чего-то более важного, более глобального. Например, о истории с Бакановым и с Венедиктовой. И если с Венедиктовой в меньшей мере, то с Бакановым там ситуация очень серьезная. Чем больше информации я получаю, тем больше я в шоке. И у нас каждый день сейчас ловят предателей по всей стране. В каком плане ловят предателей? По-моему, в Житомирской области поймали какого-то хмыря, значит, с очень, кстати, показательной внешностью, что он там шпионил и вообще просил его включить в списки тех, кто будет расправу чинить над украинцами. Короче, подонков, агентов и предателей в нашей стране еще очень и очень много. И то, что Данилов тоже грозится там, вот-вот мы сейчас опубликуем, у вас уши повянут и с глаз пойдет кровь, когда вы увидите те фамилии очень непонятные. Да мы и так знали, что Рабинович и Мураев это предатели. Для этого ни для кого не секрет. Другой вопрос. Господин Данилов был главой СНБО еще когда все эти персонажи находились в Украине. Почему же тогда никто из этих людей не был задержан раньше? Киева спокойно разгуливал и похабно вел себя по городу Киеву нагло. И спокойно все эти люди выехали со страны, сейчас ведут там свои вонючие телеграм-каналы, продолжают насмехаться над нашим народом и над нашей страной. Что касается, возвращаясь к Игорю Коломойскому, он находится сейчас в основном в Буковеле, по моей информации, спокойно себя чувствует. Как вы видите, полностью ушел из публичного пространства, позицию ни по одному вопросу свою не высказался. Можно было сказать, что это странно, но у Игоря Коломойского сейчас такие проблемы, что он уже, наверное, просто адвокат, и ему запретили что-либо где-либо комментировать, потому что любые два неправильно столкованных слова могут его компрометировать, именно с юридической точки зрения. Да, ебать его в рот, блядь. Втянули на хуйню, блядь. Я всем хочу сказать, поверьте мне, лишат гражданства Корбана, Коломойского, Рабиновича, они лишат. Поезд давно уже ушел, я вам так скажу. Ну, Коломойский точно не предатель, но тех, кто с доказательствами предателей Родины, нужно было ими заниматься уже намного раньше, а не тогда, когда у нас уже 20% страны оттяпали. Это скорее вопрос и господину Баканову. Что касается всего остального, ни арест кого-то из ярких политических фигур, ни лишение гражданства, ни еще что-либо никак не повлияет на жизнь гражданина Украины, какого-то ни было, кроме друзей, родственников, бизнес-партнеров этих людей. У нас люди очень сильно озабочены тем, что по большому счету их совершенно не касается. Это именно так и добиваются технологии, для того созданы технологии отвлечения внимания, для того, чтобы из главного сместили свой фокус на что-то вторичное, пусть оно там и интересное, и, как говорят, запасаемся попкорном, но сейчас на кону стоит гораздо больше, чем просто политическое шоу очередное. Я сделал это видео, потому что мне начали массово писать подписчики в Телеграм, что там скажи свое мнение, но я вижу, что об этом говорят все СМИ, конечно, такую тему я пропустить не могу. Скажу вам так в итоге, я сторонник того, чтобы главное все делалось по закону, без никакого политического заказа, чтобы никакой из этих эпизодов не был политической расправой. По большому счету, глобально, я не знаю, что говорил Корбан и его мнение на какие-то вопросы, подозреваю, что оно, поскольку Филатов, повторюсь, его самый ближайший соратник, не сильно отличается от мнения Филатова, но я вам скажу, там не только Филатове дело, там и Бойченко, и Терехов, и Труханов, по информации разной, они все, в принципе, получали звонки с стороны врага и пытались сначала ерзать, там, наверное, и на видео сохранилось, как они говорили, что давайте, ну сейчас дипломатия, дорогие люди, дорогие граждане, успокойтесь, мы сейчас кое-как решим. То есть, если Зеленский готов был рубиться до конца, отстаивать страну, то эти люди, повторяю, готовы были по слухам поставить три колора и дальше спокойно рулить администрацией городской. Так что, в чему я вел, что, по сути, Рабинович из этой троицы, на мой взгляд, является только явным предателем. Коломойский, я далек от мысли, что он предатель. Поэтому наблюдаем, скоро мы точно все узнаем, сейчас события развиваются очень быстро. Единственное, что знаете, на что бы я обратил внимание, когда какие-то подобные кипиши происходят в западных странах, там все делается без предупреждения, без утечки в прессу, быстро. И тогда у общества не возникает никаких вопросов. Сейчас, вот это вот, назовем это так, шоу, будет длиться несколько недель, несмотря на то, что вроде как сейчас в последнее время все действия Зеленского очень радикальный характер носят. Это все будет длиться неделями. И запомните, с каждым днем продолжения этого, скажем так, сериала, все больше будет вызывать спекуляции, вопросов в обществе, с намеком на то, что идут торги. Вот этого допустить нельзя. Я всегда против любых анонсов, любых там, вот мы завтра будем туда делать контрнаступление, а завтра туда, а послезавтра мы вот у этого отберем паспорт, а после-послезавтра мы вам списки агентов опубликуем и еще сейчас намекнем, чтобы эти агенты, наверное, выехать смогли, не знаю что. Ну, короче, я не сторонник таких методов. Нужно действовать без предупреждения, быстро, радикально и уже обществу показывать готовый результат. Показали результат, забыли, поехали дальше работать на государстве, на страну. В общем, такая моя точка зрения. Какая у вас, напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Пока.